Тема двойного, второго и множественного гражданства в нашем интернациональном мире всегда была, есть и будет актуальной. Именно поэтому сегодняшнее видео я посвятил этому вопросу. А в качестве примера выбрал страну, иммиграция в которую пользуется высоким спросом среди наших клиентов. Приветствую вас, уважаемые зрители! Меня зовут Константин Астахов, я миграционный юрист компании International Expert. Итак, поговорим о том, можно ли иметь двойное гражданство в Польше и какими положениями законодательства регулируется процесс получения статуса польского гражданина для иностранцев. Начну с определения второго и двойного гражданства, ведь между этими понятиями есть существенная разница. Наличие второго гражданства означает, что каждое из государств воспринимает его владельца исключительно как своего гражданина. В свою очередь, двойное гражданство основывается на взаимной договоренности двух стран, и при этом в каждой из них гражданин пользуется определенным набором прав и обязанностей. Возможность получения именно двойного гражданства разрешается законодательством весьма ограниченного количества государств мира. И, как правило, такие договоренности носят исторический характер. К примеру, такой принцип действует между странами Британского Содружества и их бывшей митрополией – Великобританией, Канадой и Францией, государствами Южной Америки и Испанией. Вопросы обретения, присвоения и утраты гражданства Польши регламентируются законом о польском гражданстве, принятом в 2009 году. Обращу ваше внимание на статью 3 под названием «Правовой статус гражданина Польши, одновременно имеющего гражданство другой страны», которая гласит «Гражданин Польши, который также имеет гражданство другого государства, имеет те же права и обязанности по отношению к Республике Польша, что и лицо, имеющее только польское гражданство». Гражданин Польши не может ссылаться на гражданство другого государства и вытекающие из этого права и обязанности, имеющие юридическую силу. Гражданин Польши может иметь второе, но не двойное гражданство. На территории страны он будет пользоваться только теми правами и иметь те обязанности, которые предоставляет ему именно польский паспорт. Данным принципом устанавливается исключительность и верховенство польского гражданства в пределах Республики Польша. Наличие второго гражданства заметно расширяет возможности для безвизового перемещения по всему миру, позволяет вести трудовую или предпринимательскую деятельность, выбирать удобную страну для постоянного проживания или срочного переезда. В современных геополитических условиях дополнительный паспорт, в особенности паспорт европейской страны, это отличный инструмент для управления своей жизнью, залог безопасности и важная составляющая вашего стабильного будущего. Чтобы получить европейское гражданство, достаточно сделать несколько простых шагов, первый из которых – обращение в компанию International Expert. Во время бесплатной консультации вы узнаете актуальную информацию обо всех доступных программах иммиграции в страны Европейского Союза и сможете выбрать путь, который подойдет именно вам. На этом все. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что если у вас остались вопросы по этой или другой теме, то прошу оставить их в комментариях, и мы ответим на каждый из них. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Константин Астахов. До новых встреч!